Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также теолог по образованию. Вчера я провела день рождения моей доченьки. Все еще веселое настроение. Даже как-то нет такого желания снова говорить на тему нарциссического абьюза. Но это моя работа, поэтому я не могу полностью оставить вас без поддержки. Мне хочется ответить тем людям, которым почему-то кажется, что если я говорю об абьюзе, значит это какая-то моя боль. Ну кто вот такое пишет? Вот недавно пришел комментарий, мол это боль. Еще опять эти аббревиатуры какие-то странные. Я уже просто на это стараюсь не реагировать, не обижаться. Мне хочется проанализировать. Это люди, которым кажется, что вот человек, если он, например, одинокий, если он имеет свое призвание, если ему нравится своя работа, то он обязательно должен по кому-то страдать. Потому что у них у самих, как бы мир сконцентрирован на том, чтобы обязательно внутреннюю пустоту кем-то заполнять. Они не умеют ее заполнять собой, поэтому им и кажется, что если кто-то говорит об абьюзе, значит у него болит что-то внутри. А если ты, если это для тебя твоя деятельность, твоя работа, они этого не понимают. Как бы пытаться им объяснить бесполезно. Вообще, в принципе, у таких людей, у нарциссов, у психопатов, мир сконцентрирован вокруг своего «я». Так же, как и у женщин, так и у мужчин, психопатов и нарциссов, они считают, что смысл жизни в том, чтобы кто-то кому-то служил, кто-то кого-то обихаживал. Вот недавно я читала комментарий одной женщины, она говорит, разве смысл жизни мужчины не в том, чтобы обихаживать свою королеву? Понимаете, она королева, ее надо обихаживать. Она родилась на свет для того, чтобы ее обихаживали. Соответственно, вот это позиция нарциссической женщины. Нарциссический мужчина точно так же. Он считает, что он король, его должны обихаживать, и в нем самом смысл для других. То есть, какой-то такой цилиндрический закупоренный мир, где все как бы очень узко, где смысл жизни повязан друг на друге и не выходит куда-то дальше. К богу, к свету, к тому, чтобы самосовершенствоваться, для того, чтобы очистить свою душу, привести ее к раю, для того, чтобы обогащаться святым духом. Но нет, у них все вот очень цилиндрично, друг на дружку направлено, все крутится вот так вот. Ну и мало того, что такие короли и королевы, они же, им всегда мало будет, наверное, все-таки одного человека, им надо поклонников побольше. И чтобы обязательно все страдали по ним. Вот почему этим людям кажется, что я какую-то боль свою выражаю? Потому что они по-другому не понимают, что человек может рассказывать, потому что это его работа. Им кажется, что все должны страдать по ним. То есть вот такой мир, где все страдают, где люди не умеют отдельно друг от друга получать радость от жизни. Если у тебя рядом сейчас нет партнера, значит, ты обязательно страдаешь. Другого варианта нет, потому что это вот в их системе так. И так не бывает иначе. Они сами страдающие люди. Вот вы хотите верьте, хотите нет. Это страдающие люди, потому что психопаты и нарциссы, у них вся эта радость, она внешняя, показная. Внутри ее нет. Поэтому им и кажется, что все вокруг страдают, что все вокруг мучаются. Но я вам как бы не хочу ничего сегодня такого говорить, оправдываться. Вы сами прекрасно видели, какое счастье иметь ребенка. Даже в любой ситуации там есть у тебя какой-то там партнер. Нет. Ты всегда можешь устроить свою жизнь так, чтобы тебе и твоему ребенку было хорошо. И если вам хочется думать, что я страдаю, пожалуйста, думайте. Вам от этого легче. А я просто буду дальше жить и кайфовать от себя, от своей работы, от своего призвания. И буду двигаться вперед. Вот. Спасибо. Нам ведь, знаете, мои дорогие, до конца все равно не понять этих людей. Даже я, человек, который в этой сфере работает, все еще пытаюсь анализировать вот эти даже комментарии странные, да, от нарциссических личностей. И прихожу к такому выводу, вот как бы сопоставляя комментарии вот этих королев, которые считают, что смысл жизни в том, чтобы с них сдували пылинки. И, соответственно, королей, которые считают, что все должны по ним страдать. В принципе, все логично сходится, потому что человек считает, что он сам беспомощный, и обязательно ему нужен кто-то другой, чтобы сдували с него пылинки. А можно самому сдуть с себя пылинки? Как думаете? Я думаю, можно. И не страдать. Ну уж, если как бы строить отношения, то они должны быть в радость, а не в страданиях. Суть-то в чем нарциссических отношений? В том, что обязательно кто-то должен страдать. Без страданий этот мир как будто разрушится. Вот их узкий мир.